Ну, сегодня мусульмане празднуют у разу Байра, мы уже говорили, ну вот что хотелось бы отметить, то есть праздником мусульман поздравили, но есть некоторые нюансы не очень праздничные, да, для понимания того, что происходит. То есть, начиная с 1917 года, да, в Россию приехало огромное количество беженцев, очень большое, то есть это несколько миллионов человек, приблизительно, если с 1917 года считать, больше пяти. И логично рассуждать было бы, что вот в Москве, да, в молитве в честь ураза Байрама в 1917 году приняло участие 250 тысяч человек. После 1917 года, еще раз говорю, увеличилось количество более чем на 5 миллионов мусульман, более. Сколько мы не знаем, знаем, что больше. То есть, и логично рассуждать, что сегодня в молитве должны были принять участие, ну, гораздо больше, чем 250 тысяч. Но официальные СМИ, и это правда, пишут, что утром приняло участие в этой утренней праздничной молитве 180 тысяч верующих. В 1917 году был 250, плюс, там, более 5 миллионов приехало 180. Вопрос, почему, да? То есть, ну, можно, конечно, высказывать предположение, да, но это очень интересно. То есть, это работа диаспор, безусловно, и это нежелание попадать под раздачу там повесток, ну, и многое другое. Хотя сложно представить, если там будет 250 тысяч, чтобы пришли какие-то полицаи и раздали повестки. Ну, что-то же не дало людям возможности выйти. Да, это очень симптоматично. Интересная тоже тема возникла относительно тоже праздника, да, который сегодня. Село Старое Багады, да, Башкирия, сгорела мечеть. Удивительно, да. То есть, либо она сама сгорела, да, то есть, до этого только храмы православные горели постоянно. Ну, почему? Потому что Боженька молнии посылал. Мы еще удивлялись, что православные храмы молниями сжигают, а мечети, например, нет. Ну, видите, сейчас я так понимаю, что руководители мусульман очень неправильно ведут себя, обнимаются с Путиным, своих, так скажем, братьев-мусульман отправляют на эту неправедную войну, чтобы они там умирали. Я не знаю, по какой причине сгорела там мечеть, мы ее точно не поджигали, это не партизанская акция, но мусульманам я предлагаю призадуматься, потому что много таких признаков есть, что не все в порядке, ребята. То есть, особенно тем, которые рассказывают сказки по поводу того, что Путин принял ислам, что надо поэтому защищать Путина, это полная бессмыслица. МТС начнет предупреждать о мошенниках прямо во время звонка. Какой-то президент компании Николаев заявил, мы внедрили довольно известную услугу защитник, который отсекает большое количество мошеннических звонков, мы их очень быстро определяем, вносим в свою базу. Если человек сам подписался на эту услугу, мы можем перенаправить звонок на искусственный интеллект, он сам поговорит с мошенниками. Искусственный интеллект не только с мошенником будет говорить. Вы понимаете, что вся эта система такая, для чего это все делается, да, якобы там против мошенников, а на самом деле любой ваш разговор будет отправляться искусственному интеллекту, а если, да, ну, то есть, он будет это все фильтровать. Только в том случае, если вам звонят мошенники, они позвонят искусственному интеллекту, а он вам потом СМС-ку скинет, что вам звонили там не мошенники, например, да, там звонили реальные люди из банка. А в другом случае, да, если вам позвонят какие-то там, ну, условно, партизаны, то он скинет товарищу майору этот искусственный интеллект. Товарищ майор, там вот такому-то партизану звонили, они вон еще там вопросы какие решают. Так что это все понятно. То есть, это пакет яровой в действии за счет народа. Вы это оплачиваете, как вам и обещали. В Кемеровской области очередной мост смыло. Ну, я так понимаю, что речь идет об антонном мосте, но там и такие мосты сейчас пиздец падают. Уже я не знаю, сколько их смыло. Интересно, когда железнодорожные начнут смывать, потому что, ну, у Путинцев такой развал. Я думаю, что они хоромные переправы скоро будут организовывать. Хабаровский край, вертолет Ми-8 упал. Ну, это называется жесткая посадка. Слава Богу, там снега много. Он бухнулся рядом с села Булгин. И, в общем-то, вроде как никто не убился. Но вертолет, похоже, капец. Вот, электрички на МЦД-4 встали все, потому что одна электричка на ходу развалилась. Что я могу сказать? Ну, саботаж, вредительство, диверсия. СВД – это главный лозунг, где бы вы ни работали. На электричках вы работаете. Раскрутите что-нибудь, пусть отвалится, только бюджет. Ну, чтобы все это блокировать, задерживать, саботажем очень много можно добиться. Очень много. Просто простым саботажем. Город Ярославль. Опять упали футбольные ворота. Двух детишек ранили. Ну, то есть, начались опять проблемы с футбольными воротами. Помните, как начинает падать все это? Подряд убивают, убивают детей. Делают коллегами. Я не понимаю, почему этот вопрос решить не в состоянии Вова Путина. Он такого из себя крутого Сталина, блядь. Вот вы представьте себе, Сталин бы такой вопрос решил в одну минуту. В одну минуту. Любой повтор кончился стенкой для кого-то. И все. Я думаю, что никто бы рисковать не стал. Так что Путин точно не Сталин. Путин бедоносец и ничтожество. Это все должны понимать. А вот курский губернатор, он это понимает. Видео разместили, как он с иконой облетает территорию Курской области. Ну, вероятно, чтобы защитить от дронов и чтобы потопа не было. Ну, потоп будет, и дроны будут. Потому что, как, помните, в Золотом приключении Синбада, да? На лах надейся, а верблюд привязывай. Так что и здесь. На бок надейся, а сам не плашай. Никакие иконы не защистят от путинского развала беспредела, от войны. В Ульяновской области задержали мошенника, который похитил у экс-замглавы аппарата Госдумы 44 миллиона рублей. Представляете, замглавы аппарата Госдумы сраной, причем бывшей замглавы, 44 миллиона рублей имеет. И не последних. И у него их похитили. Я даже не буду разбирать это дело, но его развели как лоха, мошенники, да? 44 миллиона рублей. Офигеть. Представляете, сколько они там все воруют? И причем, ну, я говорю, замглавы аппарата – это никто. Это чиновник, клерк, черт. И у него такие деньги. Представляете, как они Россию ошкурили, вся эта мразь путинская. Слава, ваши в Оренбурге есть, видели, местные наезжали на мусоров. Да, в этот момент кинуть петарду, и все дело сделано, мэрии взято. Нет, они не были готовы брать мэрию, в том-то и дело. Там наши люди, там полно наших людей. И в Оренбурге, и в Орске, да? И мы постоянно на связи, я вам могу даже прочитать, что они пишут. Сейчас я прям открою и прочитаю сходу, прям с колес, что называется. Вот, объявили везде в СМИ, что будут людей вакцинировать в Орске против гепатита. Вакцин для взрослых нет, только школьников вакцинируют. Это реально информация, это не слухи. Получили по записи еду в гуманитарном пайке, да, и записались на получение постельного белья. Но пока белье не выдали. Все это, вся помощь им за неделю. В Новотроицке затопило территорию канализационно-фекального коллектора. Все его содержимое ушло в Урал и так далее. То есть, вот такие вещи. Ну, также пишут о военнослужащих, которые торгуют гуманитарной помощью. Продают сухие пайки. Ну, информации море вообще просто оттуда. Потому что так люди, ну, партизаны наши, они действуют. Ну, и какие-то сообщения такие небольшие. А здесь они тоже доведены до крайней степени. Они же там же находятся, тоже в гуще событий. Там все тонет. Вот пол Оренбурга уже отселили. Там человек пишет подробно, кого вчера начали эвакуировать. Там пять, кажется, населенных пунктов в составе Оренбурга было эвакуировано. Так что все разрастается. Понимаете, Путин бедоносец. И все будет ухудшаться и ухудшаться. В конце концов, мы должны будем возглавить движение сопротивления, которое начнется и начнется спонтанно и скоро.